А теперь проект предложения Л-13. Положение вовсе прав человека в Беларуси. Словения, пожалуйста, для представления проекта текста. Спасибо. Имею честь представить от имени Евросоюза проект резолюции Л-13. Положение вовсе прав человека в Беларуси. За последние годы положение вовсе прав человека ухудшилось. Были свидетелями репрессий массовых против всех сегментов общества. Десятки тысяч людей подверглись произвольному аресту по политическим причинам и изображениям мирных мнений, включая представителей СМИ. Они подверглись запугиваниям. Изолюция подводит итог ситуации на местах, включая последнее развитие событий и нацеление на возобновление мандата спецдокладчика на тех же условиях на период в один год. Постоянно ухудшающая ситуация в праве человека в стране явно показывает, что мандат спецдокладчика остается исключительно важным, помимо недавно созданного мандата по изучению фактов, которые созданы в Верховном Комиссаре и имеет комплементарный фокус на подучетности тех, кто совершил действия в рамках нарушений, которые были помянуты в контексте президентских выборов 2020 года. Призываем власти полностью сотрудничать с докладчиками и другими процедурами, выполнять их обязательства освободить всех политических заключенных и приступить к циноправному диалогу с гражданским обществом. Евросоюз также по-прежнему выступает за отмену смертной казни Беларуси, единственная европейская страна, которая использует эту меру наказания. В своей работе над резолюцией Евросоюза провел открытые транспарентные консультации с различными заинтересованными сторонами. Благодарим все делегации за их сотрудничество. Для того, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию кризиса власти прав человека императивно, чтобы международное сообщество и СПЧ в частности, нужно, чтобы они продолжали осуществлять мониторинг к ситуации на местах. Как сказал Мартин Лютер Кинг, несправедливость где-то это вызов справедливости везде. Поэтому призываем всех членов СПЧ поддержать принятие этой резолюции. Всем спасибо. Спасибо. Мне сообщил секретарь, что есть это три дополнительных соавтора. А теперь общие замечания. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok право на мирное собрание, свободу объединения, свободу слова. Журналистам трудно выполнять безопасную работу. Власти постоянно запутывают независимые СМИ, правозащитников, гражданского общества и тех, кто поддерживает оппозицию. Также приземление гражданского сообщества для того, чтобы арестовать независимого журналиста. И также действия против региональных СМИ указывают на то, что действительно пытаются не дать возможность высказываться оппозиции. И уголовные преследования могут начаться без всяких оснований. И речь идет о тысячах заявлениях и о пытках. И также в закрытии офиса управление также обращает на внимание. И, конечно же, важно, чтобы докладчик по-прежнему продолжал иметь возможность отслеживать ситуацию. Благодарим Евросоюз за инклюзивные и транспонентные переговоры по этому проекту и были предложения других государств. Мы стали с авторами. Призываем всех членов этого совета присоединиться к нам и проголосовать за. Еще, пожалуйста, выступление с места. Порядки общих замечаний. Нет. А теперь заинтересованная страна Беларусь по-зуму. Пожалуйста. Уважаемая госпожа председатель. Я понимаю, что он здесь в личном случае. А он здесь? Пожалуйста, пожалуйста. Мы в зале. Уважаемые дамы и господа. Обсуждение Беларуси сегодня происходит на фоне многочисленных нарушений прав человека на Западе. МИД Беларуси на днях выпустил специальный доклад на эту тему. Участники мероприятия, которое состоялось 9 июля на полях СПЧ по опросам соблюдения прав человека в странах Запада подчеркнули отсутствие внимания руководству ООН УВКПЧ, СПЧ и его спецпроцедур, а также правозащитных НПО к вопросам соблюдения прав человека в странах Запада. Дискуссия с участием спикеров из многих стран выявила истинную, заказную причину этого молчания, заключающуюся в том, что подавляющая часть ресурсов на деятельность ООН и НПО по теме прав человека поступает западных стран. Эксперты также рассмотрели, почему Запад замалчивает свои недостатки и так агрессивно и избирательно критикует других. Одной из главных причин этого названа пережитки психологии колонизаторов и сформировавшийся в политической элите Запада комплекс превосходства. В одном ряду с этим расположены стремления западной элиты обеспечить доминирование западной модели государственного устройства, в том числе путем противодействия успешному развитию государств, не следующих западным лекалам, но реализующих собственный вариант устойчивого развития. Оказывается, что без западной демократии тоже можно успешно и постепенно развиваться. И развивающийся мир стремительно наступает западным элитам на пятки и конкурирует за будущее. Обсуждение на этом самомероприятии показало, что навязанный во второй половине XX века международному сообществу миф о том, что демократия в ее западном виде является вершиной цивилизации, разрушается на глазах. При всех своих плюсах модель западной демократии имеет очевидные пределы своих возможностей. На фоне относительного благополучия среднего класса западный образ жизни предполагает войны, безработицу, экономические кризисы, работу мигрантов за похлебку, импорт девушек для древнейшей профессии, революции, невообразимый расизм, стрельбу по безоруженным в кинотеатрах и последующие весьма гуманные наказания, а также многие-многие другие подобные понятия, которых любой нормальный человек стремится избежать в своей обычной жизни. Западная демократия не способна покончить с бедностью и искоренить неравенство. Ковид особенно подчеркнул это. А ведь к этому состоянию Запад шел веками, эксплуатируя большую часть развивающихся стран. Эксперты сходятся в том, что перенос западной демократии на земли, развивавшиеся отдельно от Запада, влечет за собой перенос всех этих бед, но совсем не гарантирует быстрое достижение высокого уровня жизни, в силу того, что любая демократия это исключительно домашний и разовый продукт, присущий каждой нации в отдельности. Ярчайшим примером этому является Украина. И прежде чем перейти к резолюции по Беларуси, я хочу обратиться к западным коллегам с настоятельным призывом заняться вашими домашними делами и оставить нам в Беларуси возможность развиваться в силу нашего собственного понимания и возможностей. Мы возьмем из вашей модели все лучшее тогда, когда захотим. Сегодня внесение резолюции по Беларуси происходит на фоне многочисленных свидетельств вмешательства Литвы, Польши и других стран ЕС, а также США во внутренние дела суверенной Беларуси с целью изменить политику управления и развития общества, реализуемую правительством. Мандат спецдокладчика это всего лишь один незначительный инструмент в общей палитре давления Запада на Беларусь. Беларусь оставляет страны Запада и призывает все другие государства оставить Запад наедине с его детищем со спецдокладчиком по Беларуси. Пусть они насладятся компанией друг друга в официальной обстановке, как это было несколько дней назад, когда им никто не мешал. Наиболее возбудительными являются односторонние принудительные меры указанных стран, ограничивающие торговлю и другое международное взаимодействие белорусских компаний и предпринимателей. Циничное утверждение авторов этих санкций о том, что санкции вводятся в целях изменения жизни белорусского народа к лучшему. ОПМ затрагивает самые главные права на жизнь, на развитие и на труд. ОПМ подрывает системные усилия правительства по реализации этих прав и являются прямым нарушением прав человека в Беларуси со стороны государств, которые их вводят. В завершение мы призываем генерального секретаря ООН, верховного комиссара ООН, Совет ООН по правам человека и соответствующих мандатариев дать однозначную оценку мерам экономической войны против белорусского народа под названием односторонних санкций и осудить нарушение прав человека в Беларуси осуществляемые шагами ЕС и США. Украины и других присоединившихся государств. Мы будем благодарны всем государствам, которые сегодня не поддержат предлагаемую резолюцию по нашей стране. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Спасибо. Секретарь мне сообщил, что есть бюджетные последствия. Они размещены на экстранете. Эта деятельность входит в основные программы и соответствующие положения уже были включены программный бюджет. поэтому не будет дополнительных ресурсов выделено. А теперь члены, которые хотели бы дать разъяснение мотива голосования до голосования. Россия, пожалуйста. Госпожа председатель, Россия не признает мандат спецдокладчика по Белоруссии равно как и резолюцию, в соответствии с которой он был создан. Считаем, что искусственное нагнетание напряженности вокруг белорусского сюжета носит заказной и политизированный характер. Права простых белорусов мало заботит Евросоюз. Представленная сегодня инициатива по сути направлена на изоляцию Белоруссии, а не на вовлечение ее в диалог. Абсолютно неприемлемой является попытка открытого вмешательства основных авторов резолюции в электоральные процессы суверенного государства. Очевидно, что Совет ООН по правам человека не обладает мандатом осуществлять оценку выборов в государствах членов ООН и вторгаться в них. Равно как он не вправе оценивать и выполнение государствами тех или иных международных обязательств, в частности, положений Международного Пакта о гражданских и политических правах и Конвенции против пыток. Это прерогатива соответствующих комитетов. У нас также есть обоснованные сомнения в отношении достоверности сведений, на основе которых выдвигаются обвинения в адрес властей Белоруссии. Ссылки на некоторые из них мы не смогли найти ни в одном официальном докладе, представленном на рассмотрение Совета. Госпожа председатель, считаем, что политически мотивированная резолюция и мандат по Белоруссии дискредитируют Совет ООН по правам человеком. Существование отдельной предвзятой спецпроцедуры в отсутствии поддержки со стороны Минска не способно дать положительные результаты. По сути, это бесполезная трата ресурсов, в которых и Совет ООН по правам человека, и Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека крайне нуждаются в условиях острого бюджетного дефицита. С учетом изложенного мы просим поставить данный проект резолюции на голосование и будем голосовать против. Призываем других членов СПЧ также проголосовать против этой однобокой, политизированной и несбалансированной инициативы. Благодарю за внимание. Спасибо. Порогвай, пожалуйста. Госпожа председатель, с обеспокоенностью отслеживаем ситуацию в области правчака Беларусь, в частности, в контексте президентских выборов. Позиция моей страны известна. речь идет о том, чтобы использовать специальные процедуры в контексте конкретных ситуаций с конкретными странами. Здесь речь идет о готовности сотрудничества, также речь идет о серьезности заявлений о нарушениях прав человека. считаем, что в Беларуси по-прежнему существует глубокий политический кризис и кризис права человека, и этот кризис обострился в контексте выборов. И также было принято решение о присутствии представителей в Минске. Здесь речь идет, чтобы возобновить мандат. И мы будем голосовать за проект. Призываем к скорейшему восстановлению основных свободы и прав призываем к тому, чтобы был положен конец нарушению прав человека во всех видах. И также это касается действий против независимых СМИ и в отношении правозащитников. Надеемся, что Беларусь приведет откровенный диалог с управлением и будет взаимодействовать с теми процессами, которые были предложены в контексте документа 4620. Венесуэла, пожалуйста. Спасибо. Отвергаемо данные проекта, которые представлены против Беларуси. Главная задача заключается в том, чтобы продлить мандат докладчик, который не признала этот мандат. С самого начала. Венесуэла признает, что положение в этой стране не заслуживает внимания. Здесь улучшается ситуация с правом человека в этой стране. Есть национальный план действий с 2016 года, который включает меры конкретные по осуществлению рекомендаций, которые были предоставлены по существующим документам. Россия взаимодействовала с управлением в области техсотрудничества. Деятельность этого совета должна основываться на защите подлинной прав человека, на основе уважения, равенства и диалога между государствами и в соответствии с уставом ООН. Нужно избегать политизации нашей деятельности и, конечно же, нельзя обращаться к одиозной практике прошлого. Мои произнесли. Осуждаю это вмешательство во внутренние дела. Поддерживаем деятельность страны по обеспечению мира и безопасности. И, конечно же, нужно обеспечить конструктивные политические процессы для того, чтобы обеспечить национальный консенсус в отношении будущей политики. И президент страны осуществляет необходимые трансформационные процессы в рамках национального диалога. И хотелось бы сказать, что здесь нужно отказаться от манипуляций политических. Мы будем выступать против этого документа и призываем других членов поступить аналогичным образом. «Спасибо». Япония благодарит Евросоюз за представление проекта резолюции. Положение в области права человека в Беларуси вызывает сожаление, что несмотря на призывы международного сообщества плеча япония не прекращает произвольный арест. А ведь речь здесь идет о соблюдении международных норм. Хотелось бы, чтобы прекратилась эта практика произвольных арестов. Речь это о том, чтобы провести диалог на основе вважения норм права. Мы поддерживаем этот проект резолюции. Однако там есть элементы, которые не сопоставили с нашей позицией в отношении смертной казни. Мы дистанцируемся до пункта 17. Спасибо. Китай, пожалуйста. Большое спасибо за возможность выступить. Работа СПЧ должна исходить из принципов уважения, нейтральность, объективность. Проект резолюции не отражает эти элементы, не учитывает прогресс правительства в области и прав человек. Согласие страны, а тут настаивают на продлении мандата. Выступаем против такого подхода без согласия страны. Очень много средств было потрачено в ситуациях, когда нет поддержки страны. Это отвлечение ресурсов от целей, которые можно было бы направить на развитие, на защиту экономических и социальных прав. здесь действительно это могло быть более полезным. Некоторые авторы сфабриковали ложную информацию для политических целей и еще это вмешательство во внутренние дела других стран под предлогом защиты права человека. Также речь идет о принудительных мерах. и это в контексте пандемии. Мы будем голосовать против этого проекта и призываем и других членов голосовать против. Спасибо. Спасибо. Куба, пожалуйста. Спасибо большое за возможность выступить. Мы выступаем против навязывания таких резолюций. Тут явные политические мотивации. Навязывание этой резолюции очевидно. Нет согласия заинтересованного государства. Это бесполезное упражнение. Тут речь идет о вмешательстве во внутренние дела. Речь идет попытки сменить правительство. Выражаем солидарность с правительством и народом Беларуси. Пусть они продолжают отстаивать свой суверенитет, независимость и право на свободу самоопределения. Текст, который нам представили, это пример политизации и двойных стандартов, которые задействованы в обсуждении таких вопросов. Это также нарушение основных принципов устава. Он в частности не вмешательство в внутреннее дело. По этим причинам Куба отвергает этот проект и будет голосовать против. Спасибо. Эритрия. Спасибо. Верим в международное взаимодействие и сотрудничество в области защиты и прав человека. Но здесь нужно обеспечить универсальность и неселективность при обсуждении конкретных вопросов. Нужно отказаться от двойных стандартов и политизации. Права человека во всех странах должны оцениваться объективно с уважением суверенитета. И конечно же только на этой основе им можно обеспечить взаимодействие в этой сфере. Выступаем решительно против мандатов конкретных по странам. Это политизация. Это конференционный подход. И не служит никаким конструктивным целям в этой сфере. Сказать речь речь о том чтобы идти по пути очернения стран. И конечно это не даст позитивного результата. выставим выставим таких василий. Будем голосовать против этого проекта. Спасибо. Еще есть желающие выступить для разъяснения мотивов до голосования. Нет. По просьбе России мы переходим к голосованию с занесением результатов протокол по данному документу. Секретариата начинаем голосование. Пожалуйста голосуйте. проверьте пожалуйста правильность голосования. Секретариата пожалуйста прошу вас закрыть голосование. Результаты 21 за 7 против 19 воздержались проекта принимается. Результаты голосования будут размещены на экстренете.